ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА — И соучредителя школы социального волонтерства. Юрий, во-первых, здравствуйте. Во-вторых, слушатели, видимо, поняли уже, о чём мы будем сегодня говорить. Но социальное волонтерство — это такая отдельная история, Юрий? Или это всё-таки, я не знаю, в моём понимании волонтерство и социальное волонтерство — это какие-то прям одинаковые вещи? Нет? Разные? — Для меня, безусловно, разные, потому что социальное — это помощь людям. И это особая стезя. Ни в коем случае не принижая важности экологии или ещё что-то, всё-таки отношения между людьми — это отдельная сфера жизни людей. Потому что это всегда трудно, это всегда очень непросто. А тем более в волонтерстве это всегда чья-то боль, страдания, какая-то обделённость и так далее. Поэтому, прежде всего, социальное волонтерство — это встреча с этим, с чужой бедой. Поэтому, да, для меня это отдельная история, конечно. — То есть социальное волонтерство — это та сфера, скажем так, работы волонтёра, которая связана с какими-то неблагополучными вещами? — Ситуациями. — Да, конечно. Потому что государство и бизнес при всей нужности и важности их участия в социальной сфере далеко не всё покрывают. И всегда остаются люди или целые группы людей, на самом деле, которым не хватает чего-то очень важного, а порой очень простого. Ну вот для примера, да, вы, наверное, помните себя в детских садиках или себя, если в больницах лежали. Там же никого не называют по имени. Ну, в советское время не называли это уж точно. И это всегда какие-то Петровы, Сидоровы. Ну да, детей. — Конечно, фамилия Петров. — Да, да, да. — На процедуру. — И когда волонтёры приходят в больницу или, тем более, в детский дом для отсталых детей, то, как бы это ни звучало пафосно, они возвращают детям свои имена. Потому что они там, эти дети, в смысле, никому не нужны по именам. И если в больнице ребёнок две недели и так перекантуется Сидоровым, то в этих казённых учреждениях они всю жизнь никто. — Сидоровы. — Да, никто, конечно. И в этом смысле для ребёнка... А пол, понимаете, когда девочки по стриженым не пойми как, и когда ей говорят, да ты там именно Машенька, да, там ты девочка и так далее, это очень простые вещи, но они принципиально важны. И вот именно это порой делают волонтёры. Не говоря уже о более серьёзных вещах, конечно. — Но мы сейчас более подробно поговорим ещё о работе школы социального волонтёра, которую вы руководите. Но сначала всё-таки, наверное, ещё расскажем слушателям, зачем вы к нам приехали. Ну то есть у нас, я так понимаю... — Да, это здорово. Мы рады всегда людей здесь видеть, которым интересно. Вот я так понимаю, что наше общество знаний организовало для некоммерческих организаций Кировской области семинар как раз по работе с волонтёрами и по поиску волонтёров. Это так, Михаил? — Ну, не совсем так. — Да, то есть мы уже, в принципе, рассказывали вместе с Натальей Шитько о том, что в Кировской области реализуется проект. Цель проекта — это повышение квалификации руководителей, специалистов некоммерческих организаций. — Академия Сонко, как называется. — Да, в первую очередь наших муниципалитетов. Этот проект уникален тем, что доселе в нашей области по направлениям и по количеству обучения таких подобных проектов не было. И вот как раз в рамках одного из направлений, связанных с руководителями, то есть у нас же большинство организаций, ввиду, собственно, финансовой, материальной ограниченности, активно работают именно в формате волонтёрства, то есть привлекая людей для проведения акций и так далее. И мы, собственно, задались целью найти уникальный, интересный опыт, успешный опыт работы с волонтёрами. — То есть механизм какой-то их привлечения, алгоритм, технологии. — Рассказать о технологиях, рассказать об опыте, да, то есть потому что, ну, учиться всегда нужно учиться. И хуже всего учиться на своих ошибках, да. — Тут можно на чужих поучиться, да? — Здесь вот нам помогли найти Юрия, человека, который имеет имя. И приятно было слышать среди слушателей, которые сейчас на семинаре, о том, что часть из них, они уже заочно знакомы с Юрой, а именно с описанием тех технологий, как работают даниловцы, работает школа волонтёрства и ряд других проектов, которые Юры реализуют. Поэтому у нас появилась возможность пригласить подобного человека для того, чтобы, вот, собственно, он этот опыт передал, эту информацию передал. — Юрий, есть разница между поисками волонтёров и работой с волонтёрами в крупных городах и в городах формата Кирова или, допустим, в городах ещё меньших по населению? — Ну, для себя я всё-таки Киров отношу к крупному городу, потому что для волонтёрства, скажем так, уровень, ну, может быть, там, промышленности или чего-то, он не важен, для волонтёрства важна критическая масса людей как таковых. И, безусловно, полмиллиона — это очень много людей, и это достаточно для того, чтобы нормально, серьёзно работать. Вот города, где десятки тысяч людей или посёлки — это очень тяжёлая история, потому что там просто нет этой критической массы, и там всё скатывается к работе со школьниками, безусловно. — Ну, у нас общество знаний ведь работает не только с областным центром. — Да. — С областными центром в том числе, да? — Да, да, да. — И организации, я так понимаю, которые сегодня, вчера и сегодня присутствуют на семинаре, то есть в проекте представлено наших 20 муниципалитетов. — 20 практически половина муниципалитетов. — То есть как раз большинство из них как раз те самые города, где нет, это самые критические массы. — Это небольшие населённые пункты, да. — Ну, да, ну вот я говорю, что я для себя различаю, да, что технологии здесь, они, в общем-то, разные. И когда мы говорим о небольших населённых пунктах, то, конечно, это, прежде всего, школа. Если повезёт пункту этому населённому, то и колледж, если он там есть. Вот, собственно, и все волонтёры. — Школьники и студенты. — Да. — Ну, в Кировской области я, наверное, добавил ещё вот такую категорию, которая в последнее время у нас достаточно так сильно активизируется. Старшее поколение. — Миссионеры. — Да, которые начинают помогать себе подобным, как говорится, и в том числе помогать инвалидам, помогать молодёжи, школьникам. То есть вот... — Это очень перспективное. — У нас довольно стареющая область, если по статистике брать, то есть по проценту очень много возрастного населения. — Это очень перспективное направление, но в России... — И во многих как раз районных центрах, да, там, где нет колледжа, да, там есть школа, может быть, там полторы школы. — И совет ветеранов. — И совет ветеранов. — Совет ветеранов, как правило, самая активная организация в таком населённом. — Я прошу прощения, сейчас скепсис-то добавлю. Тут у нас пенсионное законодательство меняется, пенсионеры теперь на 5 лет дольше будут работать. И не до волонтёрства будет. — Никуда же не делится, не есть пенсионеры. — И вот это, кстати, тоже поле для работы, как мне кажется. То есть я не знаю, насколько возможно вносить изменения в пенсионное законодательство, но вот, может быть, работу с волонтёрскими какими-то проектами и прочим, её можно зачесть вот в те 5 лет предпенсионных. — По закону нельзя. — По закону нельзя, но, может быть, как-то можно переписать закон. — Самое интересное, что два года работая через знания с этой категорией, уже все больше и больше возникает поток разговоров у людей старшего возраста, что у молодежи есть возможность получить волонтерскую книжку. А почему у нас нет такой возможности получить? — А почему? — Она же не молодежная, она любая. Это просто власть не хотят давать. — Вопрос заключается в том, что это в основном зациклено у нас на органах по работе с молодежью. — Но эту тему мы уже начали обсуждать и с Министерством соцразвития. Я надеюсь, что какое-то понимание мы до снижаем. — Я думаю, что здесь ограничений нет. — По-моему, в федеральном законе указано, что имеет право получить человек вот эти всякие свидетельства письменные, но никаких возрастных ограничений нет. — Это было бы смешно, если были технологии. — Это, вероятно, на местном уровне просто как-то недоработка. — Ну, это, видимо, потому что переключено именно на управление по делам молодежи, вероятно, только поэтому. — Просто технологии нет. — Они отказываются вписывать, мне непонятно. — Господи, оно же ничего не значит, это бумажка, кроме вот... — Нет, для молодежи значит, это же баллы. — Ну, понятно. А для пожилого человека это уважение. — Вот я поэтому и говорю, что надо задуматься о том, каким образом можно стимулировать... — Да, вдруг это инсайдер на счет ВУЗ поступает, да? — Да. — А у него баллы уже. — Кстати, не исключено. — Насчет стимулирования еще одну информацию дам. То есть она такая, может быть, чуть забегая вперед, инсайдерская, да? Вот, но специально для Эхо Москвы. В принципе, у нас достигнута договоренность и подписано соглашение о том, что с 18 марта стартует грантовый конкурс по работе со старшим поколением. Это региональный грантовый конкурс при поддержке депутата Госдумы Азимова. То есть он выделяет средства для грантов на проекты, муниципальные, естественно, в первую очередь, по работе с старшим поколением, для того, чтобы простимулировать. — Много там денег? — Ну, для первого конкурса, я думаю, что, в принципе, для первого конкурса там, ну, нормально, да, там. Но самое-то главное, что мы договорились, что есть... — А цифры нет? — Это порядок, цифры хотя бы. — Ну, мы понимаем, десятки тысяч, сотни тысяч. — Грантовый фонд полмиллиона пока. — А, ну, понятно. — Но это для первого конкурса. — Мы разбирали и с обществом знания, и еще с представителями наших операторов каких-то. Вот эти проекты, которые предлагаются в том числе в муниципальных образованиях, там на некоторые из них не так много средств. — А суммы там 10-20-30 тысяч. — Это реально. — То есть на эти полмиллиона рублей можно сделать, ну, проектов 20-30 крепких, там, 50 даже, наверное, можно. — Ну, вот я могу сказать, что есть там федеральный конкурс, это по работе с старшим поколением, и там размеры грантов где-то в пределах 50 тысяч, а в рамках этого конкурса до 80 тысяч. То есть, в принципе, ну, такой есть. Ну, понятно, что хотелось бы больше, но все будет зависеть от результатов. — То есть в марте уже начнется... — 18 марта стартует этот конкурс. — Начнется конкурс, да. — А результаты когда подведут? — Результаты, ну, месяц на подачу заявок, и дальше, соответственно... — И потом еще жюри будет рассматривать, определять. — К маю, я думаю, что к 1 мая будет уже известный результат. — Анна, думаю, стоит сделать маленький перерыв у нас по регламенту. — Да, совершенно верно. Через полминуты вернемся. — Юрий Белановский, Михаил Курашин у нас сегодня в гостях. Мы говорим о волонтерстве. И, думаю, сейчас мы уже немножко дадим Михаилу отдохнуть. Поговорим больше с Юрием, с руководителем добровольческого движения «Даниловсы», с учителем школы социального волонтерства, который, как раз, вот приехал к нам в город, условно говоря, поделиться опытом, поделиться новыми своими технологиями по привлечению волонтерства. — И по поиску волонтеров, и по привлечению их, и по тому вообще, кто может быть волонтером, каким образом выстраивать вот эту вот работу по оказанию благотворительной адресной помощи, я так понимаю, что все-таки речь идет прежде всего о социальных волонтерах. Вот, пришло время поговорить, что такое вообще школа социального волонтера, и какие люди там вот в этой школе у вас работают, и какие люди могут работать в нашем регионе, например. — Ну, для нас школа социального волонтерства — это открытый проект, это не только обучение очное тех, кто хотел бы этим заниматься, да, но прежде всего это сайт, где мы все выкладываем, что только можно. Вообще наша позиция, если мы общественники, и мы не влияем, не меняем вот это вот, ну, вот это направление, да, где мы профессионалы, то мы зря топчем землю. То есть просто работать и никому ничего не давать — это бессмысленно. Поэтому мы все, что можно, снимаем, выкладываем видео. У нас уже порядка полутора тысяч позиций. Это и семинары, и разные реплики, и статьи, и книги, мы издаем книги и так далее. Для нас очень важно менять именно ситуацию в стране. И многие из пришедших на семинар — это те люди, кто так или иначе пользуются этими материалами. — Этот сайт найти где? — Школу социального волонтерства в Яндексе набрать будет адрес. Адрес простой там, да. — Правильно ли я понимаю, что вот ваше направление работы, именно школа социального волонтерства, помимо образования волонтеров и людей, которые неравнодушны, там пока, может быть, волонтерами себя еще не считают в полной мере, это и адресная какая-то помощь социальным учреждениям? То есть вы не только учите, вы еще и работаете, или нет? — Мы безусловно работаем. — Или работает движение «Даниловцы», а школа только образованием занимается? — Ну, на самом деле это два наших лица. И коллектив, и внутренние все программы, они одни и те же. Вот с точки зрения помощи, ну, формально, наверное, это помощь учреждениям, но по сути это помощь людям в учреждениях. У нас очень ситуация непростая, и она, я знаю, и по стране непростая, и со многими учреждениями мы в достаточно таких отношениях негладких находимся, несмотря на то, что мы там работаем. — То есть вас туда пускают все-таки? — Пускают, но вот слово «пускают» оно очень широкое, да? То есть как пускают, что от нас хотят и так далее, и так далее. И порой приходится вот и людям напоминать в смысле руководства учреждений. Мы здесь ради людей, а не ради того, чтобы отрабатывать ваши задачи. У вас есть бюджет, работайте. — Учреждения мы просто обозначим. То есть я так понимаю, что это учреждения социальные для пожилых людей, это учреждения социальные для детей, в том числе детей инвалидов, коррекционные какие-то дома инвалидов. Более конкретно, это больницы очень разных типов. Есть с хроническими заболеваниями, есть там даже с онкологией и так далее. Есть психиатрическая больница, наркологическая клиника и так далее. Но это медицинские учреждения. Есть детские дома для умственно отсталых детей, два приюта, плюс один психоневрологический интернат и группа помощи бездомным на Павелецком вокзале. И несколько колоний, но большей частью происходит переписка с заключенными. Но есть и поездки в Можайске, у колоний московской СИЗО и так далее. — Вы только московской областью занимаетесь? — Большей частью даже Москва. — Больше Москва. Понимаете, непреодолимым оказалась тема расстояний. Для того, чтобы в какой-то не очень удачный день из Москвы выехать за 80 километров, порой нужно потратить 5 часов. Это просто нереально. — Не могут себе люди такого позволить. То есть это надо день целый, получается, свой потратить на дорогу только. — Да, но мы об этом мечтаем. Если будет возможность ресурсно развиваться, то, конечно, этой темой мы тоже займемся. Но пока, к сожалению, это только городские учреждения. — То есть то, куда можно дойти, добраться в течение часа-полутора часов. Как вы ищете людей, которые с вами работают? То есть ваш костяк, вот вы говорите, костяк сформированный, это сколько человек? — Активных людей, которые в какое-то обозримое время, месяц-два-три будут с нами, я думаю, что это порядка 350 человек. У нас сейчас 20 волонтерских групп действуют. В общей базе порядка полутора тысяч, наверное, волонтеров. Но для нас важно постоянство. Мы не проектная организация, мы процессная история. Ну, вот как педиатр в поликлинике, он сидит и всё, да. А дети вот по нужным дням, ну, предположим, среда и пятница, институт нейрохирургии в Небурденко, дети сидят у лифта и ждут. И вот как бы им не важно, какая там погода на улице, там сегодня январь или апрель. Они просто сидят у лифта в эти дни, потому что они знают, что к ним придут. То же самое люди из детских домов или дети, да, для умственно отсталых детей, которые сами не могут ходить. Они сидят и ждут своих прогулок. Собственно, наша задача обеспечить бесперебойность процесса именно по тому расписанию, о котором мы договорились. У нас нет как таковых проектов каких-то. Мы просто приходим и гуляем постоянно, и всё. То есть вот эти 350 человек, это люди, на которых вы можете положиться. Если 10 человек из них не могут сегодня пойти в интернат, условно говоря, вы найдёте из этих 350 10 других человек. У нас групповой формат, да, по факту так и происходит. То есть у каждого есть какое-то направление, кто где работает. Есть группы, которые закреплены за конкретными учреждениями. Между группами формально разрешено, но мало кто мигрирует. Человек выбирает своё место, время и так далее. И да, так бывает, что в период эпидемии, например, приходят всего два волонтёра. А в другой какой-то день может прийти 17. Ну, так бывает, да. Но обычно среднее количество приходит людей, там, не знаю, человека от 7 до 12. А вот эти полторы тысячи, о которых вы сказали, которые в резерве, как я понимаю. Ну, скорее, это уже, как после армии, как они называются, которые вышли? В запасе. В запасе, да. Это, скорее, те люди, кто уже были с нами, кто не один год отдали своей жизни волонтёрству, но теперь уже в запасе. И, скорее, это разовые мероприятия, акции. Но если что-то, можно к ним обратиться. Конечно. Как вы находите новичков? Новичков мы находим, предоставляя им возможность реализовать какую-то свою добрую мечту. И в данном случае, я не шучу, человек через Яндекс находит наш сайт. И если он понимает, что мы созвучны его желанию помочь там или сям, он к нам приходит. То есть он приходит со своей идеей? Есть и такие. Вот именно по таким идеям у нас когда-то появилась группа помощи. Группа благотворительных ремонтов. Мы их делаем. Ещё другие направления. Да, может и так. Но это редко. Слушайте, группа благотворительных ремонтов, вот про это я не читала ваше направление. Вы можете рассказать? Это тоже в социальных учреждениях? Или это вы работаете с незащищёнными семьями? Это в квартирах, с незащищёнными семьями. И это очень тяжёлое направление. Скорее всего, оно будет закрыто, потому что оно требует не только больших денег. Ну, ремонт — это всегда десятки тысяч, да? Мы, конечно, не можем делать там ремонт суперпрофессиональный. Мы не трогаем воду, не трогаем электричество, косметический ремонт. Но в последнее время мы столкнулись с очень непростыми отношениями, ну, грубо говоря, с заказчиками. Люди думают, что к ним придут волонтёры и сделают, как будто это бригада. Как в школе ремонта. Да, они изначально не понимают, что к ним приходят, ну, вот как мы с вами. Как я дома сделаю ремонт? Ну, вот как сделаю, так и сделаю. Склею обои, покрашу потолок. Ну, вот, да, какая-то будет кривая плитка, там, как-то обои, конечно, не будут там расходиться на полметра, но они, может быть, и не будут идеально и ровно висеть, да, так вот и будут. Собственно, волонтёры, они на то и волонтёры, что они не обладают суперквалификацией. Если бы они и обладали, они бы работали по этой теме, и всё. Были бы отделочниками высокого класса. Да, конечно, да. Ещё одна тема, которую вы, я так понимаю, будете затрагивать на семинарах, вот мне так кажется, это всё-таки профессиональное выгорание. Ну, потому что темы такие тяжёлые, и вот эти 350 человек, которые с вами работают постоянно, как они вообще держатся? Ну, вот, мне кажется, мы нашли для себя такую вот общую систему работы, которую можно назвать и словом технологии, и мы стараемся компенсировать все эти истории. Конечно, эмоциональное выгорание — это тема присуща вообще всем помогающим профессиям, и хотят люди этого, не хотят, но общение с людьми, она всегда затратна для обоих сторон, на самом деле. И это всё накапливается. Вот, чтобы компенсировать эти истории, с одной стороны, это групповой формат, это нет жёсткой обязаловки, если у человека нет возможности, или он хочет отдохнуть, он имеет право не приходить, но это и ряд параллельных наших занятий, в том числе и тренингов разных. Ну, вот, например, такие яркие темы для тренингов, да, там, предположим, как отказать ребёнку, да, ну, вот, приходите вы в больницу, вас встречает груда детей, подходит к вам девочка, маленькая, лысенькая, в повязке, значит, и говорит, какие у вас серёжки красивые, у меня таких нет. Подарите. Да, нет, ну, вот, да, у меня таких нет, я тоже таких хочу. И вот каким образом отношения с этим ребёнком выстроить так, чтобы отношения не были разрушены, но домой вы ушли всё-таки с айфоном, с серёжками там и так далее, ведь не ваша задача задаривать этих детей. И это непростая тема, она тоже кого-то ломает, на самом деле, да, или как пережить какую-то трагедию, потому что не всегда болезни детей удачно вылечиваются. Ну, мы понимаем, если вы работаете в том числе с онкологическими пациентами, то это, конечно, да. Да, это и вопросы внутренних отношений в самом волонтёрском коллективе там и так далее, и так далее. То есть у нас есть ряд таких вот занятий, тренингов, они не обязательны, но те волонтёры, кто чувствует в этом необходимость, они приходят. Есть и встречи с психологом, то есть, ну, как нам видится, мы попытались создать такую вот именно систему опекания волонтёров, и главный принцип для нас это состоит в том, что на самом деле волонтёр, он почти ни за что не отвечает и не хочет отвечать. Это человек, который готов сделать, ну, продолжим, я хочу играть настольную игру с ребёнком, но я не хочу припираться с заведующим, я не хочу там доказывать охраннику что-то такое, я не хочу ещё что-то такое, я хочу, дайте мне игру, я буду играть. Задание мне дали, я его делаю. Да, и наша задача вот это всё расчистить, чтобы, вот, если такой образ, чтобы волонтёр был не скалолаз, который в гору лезет, а чтобы это человек, который на хайвей встал и в своё удовольствие поехал. Вообще, получение радости от этой истории, это один из признаков того, что она правильная. Когда человек не падает дома в слезах и говорит, мама, там такой... Я больше не могу. Да, да, да. А когда человек приходит, говорит, мама, я поделюсь с тобой радостью, вот, у нас была такая вот здоровская встреча там, и так далее, и так далее. То есть, вся вот эта вот организационная ерунда, которая вокруг любого, это всё вы берёте на себя, как бы. Да, мы всё это берём на себя, и это как раз и есть часть нашей технологии, чтобы действительно всё расчистить. Но получается тогда для внешних людей это такой, как бы, айсберг, да, есть верхушка, где волонтёр приходит в больницу, и ему вроде как все улыбаются, и вроде как это, и что-то такое в игровой же игры лежат, и что-то такое происходит. Вот. А на самом деле, скрыто под водой, огромная работа, чтобы всё это обеспечить. И вот недавно мне рассказали историю, как в детской психиатрической больнице, с которой мы уже там больше 10 лет дружим с одним из отделений, и там, ну, вот, по факту, оказалось, все перевоспитались под нас. То есть, там уже нянечки, там, не орут на ребёнка, там, Петрова, там, вот, и так далее. А как-то и наших девчонок... Учатся у ваших девчонок, да? Да. И наших девчонок, волонтёров, их пригласили, было время, говорят, а зайдите вот в соседнее отделение. А они же, эти девчонки, вот, они видят действительно эту верхушку айсберга, а потом они чуть ли не со слезами старшему рассказывали, разве бывают два разных отделения? В одной больнице. Да. Как же так? Здесь вот это, а там вот это вот всё другое вообще. И дети неприучные, дети нас боятся, шарахаются, и персонал какой-то не такой. И они тогда вот поняли, что за этим стоит какая-то работа. Которую они не замечали до этого. Да, да. Вот как именно всю эту работу организовать? Тоже ведь есть технологии своего рода? Ну, она, да, это всё описано, это достаточно какая-то долгая история. Мы вот выпустили в этом году двухтомник, вот, к сожалению, компания, авиакомпания не позволяет возить много чего, вот. И я бы с удовольствием привёз двухтомник целый, где мы подробно всё это описываем, всё рассказываем, и что для нас важно в таком публицистическом стиле, то есть это не методичка из вуза там какая-то, а это с историями, с примерами. То есть конкретными, как сейчас говорят, кейсами, что если была такая проблема, она решилась таким образом. Да, ПДФ-ку, конечно, на нашем сайте можно, да, если кто-то проездом в Москве, мы всегда даём, да, 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 да. Ещё такой вопрос, вот в эти два дня, пока вы здесь, подходит ли к вам, вот не на лекциях, там, с вопросами по теме, да, условно говоря, вашего выступления, подходит ли к вам в перерывах наши НКОшники, я думаю, что подходит, с какими-то жалобами конкретными, и если да, то с какими, нет такого? Нет, нет такого, нет такого. У нас позитивное настоящее. НКО у нас в Кирове сталкиваются и жалуются. Я уверен, сталкиваются похлеще нашего, но просто здесь представлена та аудитория, вот среди тех, кто в социальной сфере работает, они так или иначе уже эти проблемы для себя решили, как-то устаканились. Другие, видимо, они работают в других сферах, это может быть экология, вот одну девушку, я помню, и так далее, да. Ну, тут, наверное, опять же, возвращаясь, да, там, очень много представителей муниципалитетов, как бы, на своем-то уровне они эти вопросы способны решать и с больницами, с главврачами, там, с учреждением. Там не только ресурсы, там просто по-другому устроена жизнь, там все-всех знают. Ну, понятно. Мы тоже рассказывали, и я думаю, что опыт тоже достаточно интересный. И плюс, наверное, заключается в том, что это интересно, вот я увидел, что он взаимный. То есть Юре было интересно, когда он увидел вот эти новые 500 метров, которые там, каждый из которых отдельная мастерская, отдельный зал и так далее. И приятно, что те, кто у нас вроде как считают себя тоже мегаспециалистами в области волонтерства, да, то есть они с большим интересом, мы там в перерывах общаемся, они говорят, ну, слушайте, вау, просто вау. Потому что, как бы, одно дело, опять же, самим это все выстраивать, другое дело, когда, там, дается технологично, алгоритмизировано, все понятно. Да, на самом деле, проще просто потому, что есть люди в этой стране, которые смотрят в том же направлении, что и ты, и понимают, что есть такие же важные вещи. Ну, к сожалению. Если есть соратники где-то, пусть ты раньше с ними не встречался, это вот психологически просто помогает очень. Анна, я снова прерву, у нас снова перерыв. Реклама и вернемся. Реклама. Программа «Дневной разворот» продолжается. Юрий Белановский, Михаил Курашин в нашей студии. Говорим о волонтерстве, о семинаре, который проходит в нашем регионе в эти два дня. И говорим об итогах года волонтера. Я думаю, что сейчас мы вот об этом поговорим. Мое ощущение по итогам прошлого года, который был объявлен годом волонтера, следующее. Когда все это цитировалось, транслировалось сверху вниз, наши власти периодически брали под козырек и рассказывали нам, как много в Кировской области волонтеров, как много в течение этого года будет реализовано проектов, как много людей, которые с волонтерством раньше не были знакомы, будут вовлечены в какие-то проекты, примут участие. И потом, значит, по итогам года отчитались, что вот циферки все совпали. Но почему-то никто не задаёт вопрос. Мне кажется, после отчёта они перекрестились, сказали, ну слава тебе Господу, прошло, сейчас год театра, и все ринулись в этом направлении. Что будет с этими людьми? Что будет с этими проектами? Я, может быть, ошибаюсь, но у меня складывается ощущение, что так не только в Кирове. Тогда зачем нужен был год волонтера? Ну, смотрите, зачем он был нужен, к сожалению, я ответить не могу на этот вопрос, потому что из текущих событий прямому следствию не следует. То есть, скорее, это было что-то, отвечающее на запрос руководства страны и регионов и так далее. Не знаю. По факту, что произошло? С одной стороны, супермассированная реклама из каждого утюга, да, плюс наложился чемпионат мира по футболу, суперпозитивный и так далее. Там, между прочим, было, наверное, очень приятно работать волонтерами. Но и очень непросто. Очень непросто. Там, действительно, это большая подготовка и большой труд за эти, сколько месяцев он длился, да, почти. То есть, это очень позитивная история. И вот с точки зрения поднятия интереса к этой теме и так далее, и так далее, здесь все классно. Но мне представляется, что итогом, наверное, можно было бы считать не только количество людей, попробовавших на вкус, будь то там по разнарядке или еще как-то, ну, хоть как-то, может быть, там, это волонтерство, даже если это позитивно оценивать. А прежде всего, изменение сознания, изменение сознания как раз руководства там или страны, регионов и так далее, и так далее. В чем это должно заключаться? Вот вплоть до конкретных директоров больниц. Я вижу, что сознание не изменилось. За этот год? За этот год, да. Более того, кто-то, может быть, наоборот, стал опасаться, что вот этих каких-то странных гиперактивных людей и так далее, и так далее. Мы видим, что вот с этой точки зрения тема не сдвинулась. Но есть вот, если в таком шахматном порядке, да, то год волонтера принес изменения в законодательстве с точки зрения волонтерства. И, с одной стороны, как бы это ни звучало, о чудо, слово волонтер теперь стало признанным, и оно теперь тождественно в слово доброволец. А ведь были времена, когда целые семинары проводились. Чем отличается волонтер от добровольца? Чем отличается пих волонтер от нашего добровольца? Наверное, да. И, значит, наконец-то это теперь узаконено. Но главное, что следствием этого закона явилось постановление правительства о том, чтобы госучреждения могли взаимодействовать с волонтерскими организациями на партнерских началах. И теперь вопрос за конкретными регламентами на местах. И вот то, как сейчас уже, до сих пор, год волонтера уже прошел, по всем нормативным, там, всяким документам, не нормативным, а по всем планам года, эти штуки должны были быть приняты еще полгода назад, их нет до сих пор. Это регламентация на уровне районов, регионов, да? Да, 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 да. Зачем нужны регламентации? Ну, чтобы снять ответственность директоров больниц. Они не хотят никого там видеть, поэтому они закручивают гайки, выдумывают какие-то странные требования и так далее, и так далее. Регламенты должны показать нормальные партнерские отношения с общественниками. До сих пор регламентов нет. До сих пор даже на уровне министерств юристы рогами, руками, ногами упираются против того, чтобы прописать какие-то нормальные человеческие позиции в отношении волонтеров. Одна из самых проблемных точек нерешенных год волонтеров – это условия допуска людей в интернаты, в больницы и так далее. Наша позиция очень простая. В любое учреждение, если это не зона, может прийти любой из нас, как посетитель. От вас даже в реанимацию. Вы же знаете, закон принят, теперь вы даже в реанимацию можете попасть. От вас не требует ничего, кроме самых минимальных требований. Ну, чтобы вы не были пьяны, чтобы вы одели там бахилы, там, в случае чего, халатик там или еще что-то. Все, как только слышат, волонтеры придут гулять с детьми, нетушки, друзья, справку о несудимости на стол, кожевин там диспансер на стол, полная медкнижка. Все, 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 все. Да, что ты еще не псих. Откуда у нас берется презумпция виновности? У нас она должна быть презумпция невиновности. Мне кажется, просто в этой ситуации руководители, может быть, учреждения, они тоже люди не совсем самостоятельные и боятся того, что им по шапке прилетит потом, если не дай бог, что-то случится. Да, и получается, что год волонтера, хорошо сработав на рекламу, системные вопросы, запустив изменения законодательства, ну, собственно, вот это и есть результаты года волонтера, если их так совсем серьезно, трезво оценить. Это запущен процесс изменения законодательства и реклама классная, все. Вот, а все остальное сейчас лежит на плечах общественников, в том числе бодания, в том числе обиды, в том числе действительно конфликтные ситуации с госучреждениями, а ведь страдают люди. А подвижки есть какие-то в позитивную сторону? Нет, ну, я же сказал, вот оно более-менее запущено, что, то есть, именно если мы говорим о маховике, о маховике, он раскрутился. Он раскрутился, да. А он не остановится? Я думаю, что уже нет, фарш нельзя вкрутить обратно, и, скорее всего, все-таки в конечном счете, так или иначе, законодательство, оно действительно определит нормальные партнерские отношения. Ну, да, это просто время, нервы и так далее. Небыстрый процесс. Небыстрый процесс, особенно на региональном уровне. Особенно на региональном уровне. И, кстати, вот, Аня, еще насчет всех этих учреждений, они ведь не только боятся сверху по шапке получить, они еще боятся, что вот люди, которые придут просто, это вот просто люди, да, пришли, паспорт показали, бахилы на деле, зашли. Они потом могут просто выйти и рассказать, что там происходит. Вот, конечно же. А этого очень боятся. Это самое страшное. Подождите, если мы говорим о том, что они боятся того, что кто-то выйдет и расскажет о том, что там происходит, так что же там тогда происходит? А я хотите, я вам расскажу. Расскажите. Это были неодетые дети, неодетые. Я не знаю, были ли их даже подгузники, которые просто лежали, как овощи, на складе, на каких-то вот этих своих кроватях. И все это пахло так, как будто вы спустились в канализацию. И они так жили десятилетиями. Это, конечно, с точки зрения норм вот этих регламентов, они скажут, ну, это же допустимо. Ну, наверное, но это не человеческое отношение, понимаете? Это концлагерь. И когда девушки, придя туда, смогли выстроить партнерские отношения с руководством, они говорят, мы сейчас приходим, запаха нет. Они говорят, я даже не знаю, куда он делся. Я раз только помню, там даже менялось руководство, по-моему, в районе. Не один раз, наверное, да. Да, Михаил, вы помните? Менялось, менялась. И в этом смысле вот ради чего все это нужно. Чтобы у людей, которые ни в чем не виноваты, чтобы у них была возможность жить по-людски. Да, у них какие-то особенности, там, у кого-то, там, не знаю, да, там, особенности развития или травмы или что-то. Но он не должен всю жизнь валяться голый на кровати и еще в вонище. Это же недопустимо. Вот этого бояться. Ну, и ситуация с детскими домами, например, точно такая же, да, где есть какие-то регламенты. Это не Кировский пример, тоже рассказывали мне знакомые из Самарской области, где есть прописанный в одном из детских там интернатов регламент, что чуть ли там не в туалет детей по часам отпускают. Нет, конечно, это все какой-то садизм, в прямом смысле слова. И это не говоря о том криминале, который там часто происходит. Вот несколько лет назад, два или три года назад, были же очень крупные скандалы с московскими психоневрологическими интернатами. Ну, разве что убийств там не было. И насилие, и отжатие собственности, и все, что только можно такое негативное придумать, вот это все там было. Система действительно потихоньку меняется, в том числе благодаря волонтерскому присутствию. Поэтому я считаю, вот ту тему, которую вы поняли, она одна из самых важных для общества прежде всего. — Еще хотелось бы услышать о проблемных кейсах, которые вы будете разбирать или, может быть, уже разбирали с нашими семинаристами, с участниками семинара. Можно ли хотя бы один пример привести? У нас полторы минутки до конца эфира. — У нас еще не забывай, Михаил хочет сказать очень важную вещь. — Она из девушек, она координирует работу экологов с точки зрения раздельного сбора. Мне эта тема немножко знакома. И мы с ней достаточно подробно разговаривали о том, как систематизировать эту работу. Дело в том, что эта организация, как часто это бывает, организация такой стихийный рост, но наступает период, когда необходима профессионализация этой деятельности. А иначе все так и будет на уровне частных договоренностей и так далее. И люди хотят менять ситуацию, в том числе в регионе. Это очень здорово. Но смогут ли они перейти от общественной инициативы к профессиональной такой некоммерческой деятельности? Вот это сейчас у них задачка. Очень интересная. — Которую будут решать. — Да. — Ну что, закончим на позитиве, да? — Я думаю, что да, закончим на позитиве. Хорошо. — Попробуем закончить на позитиве. Я хотел бы сказать, что завтра отмечается Международный день неправительственных и некоммерческих организаций. В связи с этим хочу поздравить от себя, от всех коллег, присутствующих в студии, от всех коллег, которые занимаются общественной работой, всех, кто так или иначе причастен к некоммерческому сектору, к социальной работе. Это наш день, это наш праздник. О нем в России не так много известно. Очень бы хотелось, и мы планировали, но пока не получается, чтобы нас поздравили первые лица региона. То есть нам бы хотелось встретиться, очередную встречу, которую проходит весной с губернатором, все-таки провести, где есть вопросы. Тем более, что президент страны нарезал много задач именно руководителям субъектов по взаимодействию с гражданским обществом. Хотелось бы обсудить, но я надеюсь, как раз это может быть одной из поводов этот праздник. Всех с праздником, ну и всем удачи. Супер, спасибо. Юрий, присоединитесь. Да, конечно. Ну и мы вас тоже поздравляем, уважаемые гости, да? Спасибо. С наступающим праздником. С наступающим праздником завтра. Юрий Белановский, руководитель добровольческого движения «Даниловцы», соучредитель школы социального волонтерства, и Михаил Курашин, заместитель исполнительного директора фонда сработничества, были в нашей студии. Дневной разворот на этом заканчивается. Николай Голиков с вами прощается. Анна Лапшина. А я вернусь в особом мнении через 20 минут, Константин Сичихин. Будем говорить про дороги, уборку снега, ну и много о чем еще. Класс. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова